Пришла весна, это значит, что на улицах скоро появятся арендные электросамокаты. Кто-то рад этому событию, а кто-то относится с опасением. За прошедший год количество ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков увеличилось на 18%. И сегодня мы вышли на улицы столицы, чтобы узнать у минчан, как они относятся к электросамокатам. Так как вы относитесь к электросамокатам? Ну, в целом положительно. Единственное, что иногда они ездят по переходным дорожкам и немножко мешают. А так в целом хорошо. Ну так, не очень. Пользуюсь. Пользуюсь. Ну, и весной, и летом. Настороженно. Знаете, это так страшно на самом деле. Они очень быстро тут ездят и могут сбить там человека какого-нибудь. Нормально. Хорошо. Отлично. Сомнительно. Да, нормально. Безразлично. Я на автомобиле езжу. Удобно. Ну и недорого. Ну и домой сейчас надо съездить быстренько. Я живу просто городом. Там прям вот можно поехать. А знаете правила дорожного движения, которые надо соблюдать, катаясь на самокате? Ну, точно, что на дорогу выезжать не стоит это 100%. В целом, ну я не нарушаю. Больше интуитивно, да? Ну да, да. Ну, скорость достаточно большая и не всегда видят, куда едут и куда мы идем. Пешеходам уже негде, невозможно себя чувствовать в безопасности. Иногда идешь задумавшись, а тут кто-то выскакивает, иногда пугаешься. А не считаете это вообще опасным средством передвижения? Ну, любое средство передвижения может быть опасное. Поэтому тут важно соблюдать правила, ну, собственной и личной безопасности и смотреть под ноги, как говорится. Смотреть, куда идешь, куда едешь. Ну, иду с друзьями, никого не трогаю, бац, меня улетает мужик с дочкой на одном самокате. Я встаю, у меня все руки в крови. Смотрю, там, дочка, кровь на лбу, начинает плакать. Я подхожу к отцу, даю ему руку помощи, он говорит, ты не на своей линии, сынок. Ну, и по итогу-то приходит их мама, забирают в скорую. Знаете какие-нибудь правила дорожного движения? Нет. Нет, просто интуитивно ездите и все. А не считаете опасным? Не считаю ли опасным? Ну, слазить на пешеходном переходе только если... и все. А вы что думаете, опасно или нет? Ну, если не быстро ездить, то нормально. Ну, не мой вид транспорта. У меня комфортнее на четырех колесах или пешком. И мало детей не сажать, стариков не сажать туда. А вот то, что им разрешили не спешиваться на пешеходных переходах, как к этому относитесь? Ну, если честно, не очень хорошо, потому что неоднократно наблюдала, когда их сбивают даже на переходе на зеленый свет. О, кошмар, конечно. Отрицательно. Мне кажется, что нужно, чтобы спешивались. А как вы относитесь к электросамокатам? Пишите в комментариях. С вами были Минск Новости. До новых встреч!